Сохранить тепло, насколько это возможно, задача на день Зои Новиковой. 90-летняя бабушка, еле передвигаясь, контролирует электрообогреватель, чтобы хотя бы в ее комнате никто не замерз. Когда сильно уже замерзнем, включаю. Вот они и собираются сидеть в тепло. Самая теплая комната в общем. Зоя Михайловна старшая в семье. Ее внучка Елена вместе с супругом год назад построили дом, чтобы перевезти бабушку к себе. Первую зиму пользовались печкой, а летом решили газифицировать дом. Смонтировали оборудование внутри дома, протянули трубы к участку и внутри него. Нам выкопали, подсоединили к этой трубе. То есть все хорошо. Мы так и порадовались, что быстренько все будет. А потом дошло дело до документов. Проводить газ семья решила через одну из трех газораспределительных организаций города, Русиэнерго, и заключила с ней договор. Сами работы выполняли другие, подрядные компании. Трубы к участку проводил теплогазмонтаж, а оборудование внутри дома монтировал Барнаул Горгаз. Это были последние работы, после которых газификация дома встала и стоит почти три месяца. Сегодня я позвонила в Русиэнерго. Нам сказали в Горгазе, что ждите технадзор. То есть вот три месяца нам почти обещают. Позвонила, узнала, что вообще про нас знают, нет. А там сказали, что чтобы технадзор пришел, нужны документы, чтобы у нас были. А получается там знать не знают, никаких документов нет. По правилам монтаж оборудования должен проверить технадзор, выявить недочеты и заставить переделывать или же одобрить работы. Его роспись – финальная стадия перед подключением дома к газу. Работа у обычных жителей, то есть физических лиц, проверяет технадзор газораспределительных организаций. Это их внутренняя структура. На момент подготовки сюжета получить оперативный комментарий о причинах промедления у Русиэнерго не удалось. Но судя по разговору с подрядчиком Барнаул Горгазом, документация Русиэнерго была направлена. По словам представителя компании Игоря Лисовского, сейчас мастер Барнаул Горгаза сам ждет, когда технадзор Русиэнерго выйдет на адрес с проверкой. Он ждет, когда с ним свяжется технадзор Русиэнерго, чтобы поехать, чтобы за ним приехать, отвезти его на адрес, где он все должен проверить, поставить нам подписи. Тогда только это все готово будет. Ему звонили уже не раз, и при мне звонили. То есть как бы периодичность. Ну, вторник, четверг пока не могу. Вот такие вопросы. Пока не могу. Ну, то есть я понимаю, что это условно. Ну, мы не одни. Организаций очень много, которые занимаются газификацией. И регламентов никаких нет даже у «Газпрома». Семья Борисовых уже запуталась, кто затягивает процесс и какая структура какой подчиняется. Предъявить подрядчику, что монтировал оборудование в доме, люди ничего не могут. Поскольку договора на этом этапе нет, как поясняет специалист, то и сроки открытые. У них договор срочный дорого. То есть у них дом-то подведен. А мы, как подрядная организация, выполнили просто работу. По мнению юристов, такой бездоговорной на определенном этапе работ порядок напрямую нарушает права потребителей. Вы изначально должны заключить договор к тому, кому пришли. И денежные средства должны быть оплачены. В договоре обязательно указан срок исполнения. То есть этот договор однозначно попадает под закон защиты прав потребителей, где должно быть определено начало и окончание услуги. Чтобы это ускорить, конечно, нужно идти в прокуратуру. По нашим данным, число таких домов, ожидающих проверки технадзора, может доходить до сотни, а срок ожидания – до нескольких месяцев. Невольно возникает вопрос, кто затягивает процесс. Неужели сама организация, на которую возложено право газифицировать дома? За разъяснениями на эти вопросы мы обратились к газораспределительной организации «Русиэнерго», направили официальный запрос. А семья Борисовых тем временем запасается углем и дровами, чтобы не замерзнуть этой зимой. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.